Мы ночью привозили одну собаку в приют, и тут подарочек у нас около приюта с коробкой с щенками. Пять щенков в коробке были. Они нормально пищали, и один щенок лежал уже, как мы думали, на тот момент мертвый. Отогрели, выходили, спасли. Все пятеро подкидышей сегодня живут в отдельном вольере. Мест в приютах катастрофически не хватает. Люди, пользуясь чужой самоотверженностью, склонны оправдывать собственную безответственность. Кто-нибудь подберет и спасет. Кто и как, мало кто задумывается. У меня единственное обращение к людям. Если вам не нужны щенки, вы можете сделать стерилизацию в любой клинике. Подбрасывать щенков, топить и прочее. Но это не совсем гуманно. В лапе помощи около 50 собак. Все они могли бы рассказать свою историю скитаний, но не расскажут. Волонтерам остается только догадываться, почему у одного пса сломан позвоночник, у другого бедолаги только три лапы. И после всего пережитого животные не растеряли доверие людям, настойчиво требуя ласки и вкусняшек. Есть проблемы как раз таки с пристройством и есть еще характер на собаке. И не всегда люди находят общий язык с собаками, к сожалению. Вот у нас у дозорчика, например, характер, настроение зависит от его состояния. То есть у него проблемы с позвоночником, у него проблемы со здоровьем. То есть если у него что-то болит, он уже не пойдет ни гулять, ничего. То есть он такой уже будет, может и поругаться. Животные нашли здесь крышу над головой и добрых друзей. Люди тоже приходят сюда отдохнуть сердцем. Самому маленькому волонтеру пять лет, самому взрослому семьдесят один. Дома были всегда собаки, насколько я себя помню. Ну, а сейчас обстоятельства так сложились, что на работе двух собачек тоже уличных пригрел, приютил. Жили несколько лет, а потом сказали, убирай собаку. Поэтому договорился сюда, привез. Ну и вот теперь два года я каждое воскресенье здесь. Как эти глаза можно не любить, да, Данночка? Красотка. Истории о преданности, предательстве, спасении и ответственном обращении с животными расскажем и покажем в ближайшем выпуске программы «Репортаж». Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73.